Неделю назад в Нижнем Новгороде начался отопительный сезон. По словам чиновников, 96% жилых домов и практически 100% школ и детских садов были подключены к теплу уже на третий день после старта отопительного сезона. Эти данные подтверждают, что пуск тепла в Нижнем Новгороде прошел в штатном режиме, но обошел всех по раннему пуску тепла Держинск, где отопительный сезон стартовал аж 22 сентября. Чиновники города Химиков говорят, что на такой шаг их подтолкнул, что называется, горький опыт. Потому что достаточно было крипти в прошедшем году, что замерзают жители, а у нас город своеобразный, у нас 35% пенсионеров, поэтому мы решили в этом году теплой паспорта. И у нас уже практически к концу сентября, мы уже в основной массе и домов, и 100% социальной сферы тепловой покручены к теплоснабжению. Уже 5 октября тепло было подано во все жилые дома и социальные учреждения. Слаженная и оперативная работа коммунальных служб Держинска по пуску тепла – результат пятилетней огромной работы в данном направлении. Были сделаны реконструкции у нас тепловых пунктов, значит, реконструкции котельных, и до сих пор еще у нас идет реконструкция, все мазутные котельные, угольные котельные у нас переводятся на газ. Значит, большие работы проводятся и в многоквартирных домах по изменению инженерной инфраструктуры. Коммуникации в жилых домах имеют срок службы 20 лет. Старых сетей, хоть и в молодом городе, немало. Приходится менять стояки и устранять аварии. Параллельно ведутся работы по модернизации запуску котельных и по утеплению жилых домов. В администрации Держинск уверены, в этом году в тех домах, которые раньше постоянно промерзали, зимой будет тепло. Продолжение следует...